Братья и сестры, я всех приветствую. Вы знаете, история человечества знает немало способов летоисчислений. Когда-то, очень-очень давно, в древности, было принято египетское летоисчисление, летоисчисление по фазам Луны. Допустим, когда писались книги Нового Завета, жил Господь Иисус Христос, было принято римское летоисчисление. И вот в Священном Писании мы с вами тоже замечаем это, когда говорится римское летоисчисление по консулам. А с другой стороны, это же самое римское летоисчисление, но иногда было и от основания города Рима. Но вот в 525 году нашей эры было принято ввести летоисчисление от воплощения Господа Иисуса Христа. И вот с того времени, до нашего времени, вот и сегодня даже светский взгляд на историю принимает именно такое летоисчисление. От воплощения Господа Иисуса Христа. Центральной фигурой истории человечества, без всякого сомнения, является Иисус Христос. Такого никогда не было. Одни его считали и сегодня считают великим учителем, другие его считают религиозным лидером, кто-то его считает пророком. Утверждение Иисуса Христа о самом себе или утверждение других людей о нем сделали его центром противоречий на протяжении всей истории человечества. Нам сегодня очень важно знать, кем является Иисус Христос. Мы с вами приступаем к изучению личностей и служения Иисуса Христа. Но, может быть, очень часто, даже не задумываясь, нашу веру мы с вами называем христианством. Ну, почему христианство? Потому что все внимание в христианстве сосредоточено на том, кто искупил нас. Вот сегодня мы с вами попытаемся посмотреть обзорно на портрет Иисуса Христа. Ну, вот так вот было Богу угодно, чтобы для нас не осталось никаких изображений Его лица. То есть нам бы это только повредило, не принесло бы никакой пользы. Но мы с вами имеем повествование книг Нового Завета, в которых мы с вами можем узнать о личности Иисуса Христа. Ну, или вот так вот сказать, посмотреть на портрет Иисуса Христа. Так вот, портрет Иисуса Христа в Священном Писании очень и очень глубок. Он практически не подается способности человека полностью понять Его. В Священном Писании есть несколько таких отрывков, в которых по-особенному можно представить себе личность Иисуса. Ну, вот, допустим, в книгах Ветхого Завета есть целая глава, 53-я глава книги пророка Исаии, которая посвящена вот тому искуплению, которое совершит когда-то Иисус Христос. Но вот в книгах Нового Завета также есть очень яркое и также немножко таинственное повествование о личности Христа. Записано оно в самой последней книге Нового Завета, книга Откровения. И вот наш обзор о личности Иисуса Христа мы начнем именно здесь, книга Откровения, 5-я глава. Ну, вот 4-я глава книги Откровения говорит нам о том, что Бог является Иоанну, автору этой книги, в прекрасной сцене поклонения. Является как царь неба и земли. И Священное Писание говорит о том, что апостол Иоанн, один из апостолов Иисуса Христа, видит сидящего на престоле. В правой руке у сидящего на престоле Иоанн замечает книгу. Давайте прочитаем первый стих. И увидел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. Вполне возможно, что книга содержит план истории человечества и предназначение истории человечества. А вот раскрытие книги подразумевает исполнение того, что задумал Бог. Итак, книга истории человечества запечатана, закрыта. И план исполнения того, что задумал Бог. Дальше мы читаем второй стих. «И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть эту книгу и снять печать ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть эту книгу, не посмотреть в нее». Дальше апостол Иоанн слышит громкий голос, вопрос, спрашивает ангел, кто же достоин открыть эту странную книгу, таинственную, загадочную книгу. Полный трепета апостол Иоанн ожидает, ну кто же, кто же подойдет, кто же будет объявлен достойным. Мы с вами читаем дальше, четвертый стих. Иоанн говорит, я много плакал. Много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать эту книгу и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне, не плачь. Вот, обратите внимание, лев. Старец говорит, что сейчас подойдет лев. Лев от колена Иуды, корень Давида, победил. Он может раскрыть книгу и снять печать ее. И я взглянул. И что же увидел, Иоанн? И увидел я посреди престола и четырех животных, посреди старцев стоял Агнец. Не лев, а Агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов, семь очей, которые суют семь духов Божьих, посланных во всю землю. И он пришел, взял книгу из десницы, сидящего на престоле. Можно заметить, как в этой последовательности событий меняется состояние апостола. Вот он видит сидящего на престоле, в руках его книга, запечатанная печатями. Он полон волнения, ведь кто-то должен открыть эту книгу. Затем он погружается в печаль, ведь достойного пока нет. И даже ангел начинает успокаивать его словами, не плачь. Успокаивать, потому что есть достойный лев от колена Иуды, который победил. Вот так вот говорит старец. Можно предполагать, что Иоанн ожидает увидеть льва, могущественное животное. Но вместо льва он видит закланного Агнца. Это очень странные образы для нас с вами. Странные образы, которые являются ярким примером глубокого контраста между унижением Христа и его прославлением. Глубоким контрастом между его страданиями и его победой. Вот это вот видение апостола дает нам подсказку. Оно подсказывает нам и говорит, насколько сложен характер Иисуса Христа. С одной стороны, это видение дает нам подсказку о том, насколько ценно, что сделал и делает Иисус Христос. И в конце мы слышим хвалу ангелов 12 стих. Достоин Агнец закланный принять силу, богатство, премудрость и крепость, честь и славу и благословение. Но вот книга Откровений – это последняя книга Нового Завета. Новый Завет начинается с замечательного портрета Иисуса Христа. Это портрет в Евангелиях. Знаете, вот так вот Бог посчитал нужным предоставить для мира именно четыре Евангелия. Очень интересно, не одна точная биография Иисуса Христа, а четыре биографических портрета Иисуса. Вы знаете, вот история использования церковью именно четырех Евангелий очень интересна и очень интересно и важно знать. Но вот в том, что сейчас мы с вами называем Новым Заветом, общее признание первыми получили именно Евангелие. Очень важно отметить, что в свой канон ранние христиане решили включить несколько Евангелий, не одно Евангелие. Но я думаю, читая эти Евангелия, мы с вами замечали не один раз расхождение в деталях, не так ли? Вы знаете, ранним христианам эти расхождения были очень хорошо известны. И именно поэтому, именно потому, что в Евангелиях есть расхождение, они пользовались не какой-то одной книгой. Дело в том, что они делали это в ответ на вызов ложных учений. Очень многие люди того времени учили, что есть небесный посланник. Пришел небесный посланник, который доверил тайное знание только одному ученику. И этот один единственный тайный ученик может правильно истолковать послание небесного посланника. Поэтому появились разные группы, которые претендовали на изложение истинного учения Иисуса Христа. Церковь ответила на это ложное учение. В ответ на это церковь стремилась показать, что ее учение основывается не на свидетельстве какого-то одного апостола или одного Евангелия, а на апостольском предании в целом. И то, что Евангелие расходится в деталях, но единый в основных принципиальных вопросах, делает эту согласованность еще более убедительным аргументом. То есть для первых христиан это было очень важно. В противовес тайным преданиям, личностным истолкованием, церковь пользовалась открытым преданием. У нас не одно, у нас четыре биографических портрета Иисуса Христа, известных всем, в том числе многочисленным свидетелям о Христе. Итак, четыре Евангелия. Евангелие от Матфея, книга, в которой дана еврейская точка зрения. Ударение в этом Евангелии делается на исполнение многочисленных веткозаветних пророчеств. Матфея очень ясно показывает, что Иисус Христос был мессией, который был обещан в прошлые века. Евангелие от Марка – очень-очень короткая книга. И Марк показывает жизнь Иисуса Христа, открывая его чудеса по всему ландшафту Палестины. Евангелие от Луки – портрет Иисуса, который предоставил врач. Лука – представитель языческого мира, спутник апостола Павла. Евангелие от Лука показывает, что Иисус Христос пришел не только, чтобы спасти еврейский народ. Он показывает, что Христос пришел для людей из каждого племени, языка и нации. Лука рассказывает об учении Иисуса Христа и его мудрости через притчи. Евангелие от Иоанна – очень особенная, удивительная книга. Две трети этой книги посвящены последней неделе жизни Иисуса Христа. Если первые три Евангелия говорят нам о деятельности Иисуса Христа, то последняя Евангелие открывает нам его душу. Евангелие от Иоанна – это богословский портрет Иисуса Христа, который демонстрирует, что Иисус Христос есть воплощение истины. Христос есть свет мира и тот, в ком есть жизнь с избытком. Вот здесь, в Евангелиях, мы с вами можем заметить, как разные люди реагировали на Иисуса Христа. Давайте попробуем проследить этот лист, хронологически проследить этот лист реакции людей на Иисуса Христа. Конечно, начинается с пастухов, которые пришли с полей Вифлеема. Когда они увидели явление ангелов, они сильно испугались, испугались появления ангелов. Но когда нашли младенца, Писание говорит о том, что они славили и хвалили Бога за то, что они увидели. В Евангелиях мы видим реакцию Симеона. Мы с вами его считаем пожилым человеком, который пришел в храм, когда родители принесли Иисуса Христа для совершения обряда. Во время этой встречи Симеон произнес следующие слова. «Господи, Ты теперь отпускаешь меня с миром, потому что мои очи видели спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов». В Евангелиях мы видим, как 12-летний Иисус смущал мудрых учителей в храме, смущал разумом и ответами. Общественное служение Иисуса Христа знакомит нас с вами с Иоанном Крестителем, который видит Иисуса Христа, когда Он идет к реке Иордан. Как Симеон в храме, Иоанн произносит пророческие слова «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Слова, на которые была составлена музыка многими композиторами. Мы видим Иисуса Христа глазами Никодима, который приходит ночью, чтобы сказать Ему «Рави, мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога». Мы видим Иисуса Равина, который не только смущал мудрых учителей в 12-летнем возрасте, мы видим Иисуса в зрелом возрасте, который превосходил мудростью и проницательностью величайших учителей своего времени. Слушая Его, люди удивлялись и говорили, как Он знает Писание, не учившись. Мы видим, как Иисус Христос разговаривает с изгнанной женщиной у древнего колодца в Самаре. Разговор, который побуждает эту женщину сказать «Господи, вижу, что Ты пророк». По ходу беседы для нее открывается больше. Она понимает, что говорит с обетованным и долгожданным Мессией. Мы видим Иисуса Христа в приторе римского правителя. Пилат, который ведет следствие, ведет расследование, и один раз повторяет и подчеркивает, «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». Позже мы слышим слова Пилата, как Пилат говорит слова в толпе, слова, увековеченные в христианской истории. Все человек. Мы видим Иисуса Христа на кресте, видим глазами сотника, свидетеля распятия и смерти Иисуса Христа, который также говорит «Воистину, Он был Сын Божий». Мы с вами видим, в конце концов, Иисуса в сомнениях Фомы, который после встречи с воскресшим Христом восклицает «Господь мой и Бог мой». В общем говоря, мы находим портрет человека, не имеющего аналогов истории человечества. Мы видим свидетельство Евангелия об Иисусе как абсолютно чистом человеке, человеке без греха. Он мог сказать обвинителям «Кто из вас обличит меня неправде?» Кроме того, чтобы Иисусе Христе говорили люди, мы находим свидетельство Иисуса Христа о себе самом. Чтобы раскрыть свою личность, Иисус сделал несколько очень смелых утверждений о себе. Эти утверждения начинаются с выражения «Я есим». Я есим – хлеб жизни. Господь понимал, что голод и жажда – это потребность человека знать Бога. А знать Бога в Священном Писании – это настоящий опыт вечной жизни. Для тех, кто верит в Иисуса Христа, голод, познание Бога удовлетворяется. Я – свет миру. Те, кто последовали за Иисусом Христом, приняв Его учения, больше не будут ходить во тьме невежества под властью лукавого. Я – дверь овцам. Иисус – это тот, через который возможно получить вечную жизнь. Я есим – пастырь добрый. Иисус указывал на то время, когда Он отдаст свою жизнь, чтобы защитить верующих в Него. Я есим – воскресение и жизнь. Жизнь для верующего человека не заканчивается смертью, а продолжается вечно в общении с Богом. Смысл заключается в том, что благодаря нашему союзу со Христом, воскресшим Господом, через веру, человек получает жизнь вечную. Жизнь вечная, которая начинается сейчас и достигает совершенства при воскресении тела. Я есим – путь истина и жизнь. Иисус – это путь к Отцу, прежде всего потому, что Его смерть сделала возможным расположение Отца для грешных людей. Христос – это путь к Богу, потому что Он есть истина. Он принес истину о Боге в мир. И когда человек приходит к Иисусу Христу, человек приходит к тому, у кого есть истина о Боге. Я есим – истинная виноградная лоза. Иисус Христос является истинной лозой по сравнению с Израилем, который был прообразом, предвозвещающим реальность. Не один раз в Ветхом Завете Израиль называется Божьей лозой или Божьим виноградником. Но также в книгах Ветхого Завета Израиль – это тот, кто не смог принести плоды. Он был осужден именно за это. Иисус Христос делает возможным то, что предвозвещал этот образ. Иисус Христос – всякий раз, когда Господь говорил о себе «Я есим», Он явно уподоблял себя со священным именем Бога Сущий. Помимо того, что мы с вами находим в Евангелиях, у нас есть свидетельство апостолов. Апостол Павел, другие апостолы открывают служение Иисуса Христа как Спасителя, объясняют Его искупление и то, как Христос, наш посредник, совершил это искупление. Портрет Господа Иисуса Христа дополняется замечательными словами послания к евреям. Христос – это сияние славы Бога, образ ипостаси Бога, который держит все в своих руках, совершив с собой утечение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Мы находим, что Христос также является главной темой Ветхого Завета. Все детали системы жертвоприношения Ветхого Завета находят свое воплощение в служении Иисуса Христа. Книги пророков, они наполнены ссылками на того, кто придет. И Иисус провозглашен в Ветхом Завете. То есть от книги Бытия до книги Откровения мы с вами изучаем историю об Иисусе Христе. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, мы сегодня с вами очень радостные, счастливые люди, потому что эта личность для нас с вами осталась не только на страницах книг Нового и Ветхого Завета. Христос для нас с вами не только историческая личность, это личность живая, которая пребывает сегодня в нашей жизни. Для многих-многих из нас Он действительно по-настоящему стал искупителем и спасителем от грехов наших. Давайте мы поблагодарим Бога за это и прославим Бога за Спасителя Иисуса Христа. Аминь.